Иван Сергеевич Тургенев в 60-е годы Павел Васильевич Анненков. Шесть лет переписки с Иваном Сергеевичем Тургеневым. 1856-1862 годы. Шесть лет переписки непосредственно продолжают воспоминания Анненкова «Молодость Тургенева». Но по своему характеру новая работа занимает совершенно особое место. Это своеобразный комментарий современника к подлинным письмам Тургенева. Замысел такого рода мемуарного произведения возник, по словам самого Анненкова, тогда, когда он погрузился в разбор обширнейшего эпистолярного наследия писателя. Поначалу новизна жанра, видимо, несколько смутила мемуариста. Я нахожусь в совершенном неведении, что они представляют из себя, писал он Стасюлевичу в январе 1885 года, когда была уже готова первая половина воспоминаний. Скучное ли повторение всем известных фактов, или любопытную оценку событий, в которых вращался Тургенев? Стасюлевич, том 3, страница 434. Но, завершив свою работу, Анненков был удовлетворен. «Не знаю, прав ли, но я остаюсь ей доволен», — сообщал он Стасюлевичу. «Никогда не писал я так откровенно и горячо». Стасюлевич, том 3, страница 434. Анненков пытался быть предельно объективным, но одновременно боялся крайностей. Он спрашивал Стасюлевича, допустимо ли по отношению к памяти Тургенева все то разоблачение, которое он позволил себе в воспоминаниях. Стасюлевич, том 3, страница 435. Особенно его смущали разоблачения, касающиеся отношений Тургенева с Некрасовым и Гончаровым. В опубликованном тексте страницы, повествующие о конфликте с Гончаровым и Некрасовым, явно смягчены. «Очевидно, в результате автоцензуры осталось за пределами переписки и описания петербургских пожаров». «Что мне делать теперь, когда я пришел к пожарам петербургским?» 1862 год, спрашивал Анненков у Стасюлевича. «Нельзя ли их оставить без упоминания? А упоминать так в угол поставят». Стасюлевич, том 3, страница 436. Отбор писем, их композиция, комментарии мемуариста – все преследует одну цель – дать представление о том, как формировался большой русский писатель. При всем стремлении к объективности, документальности, мемуары Анненкова, несомненно, тенденциозны. Особенно это проявляется в том, как Анненков объясняет разрыв Тургенева с современником. Он категорически отрицает причины идейного характера, утверждая, что главным было желание писателя обрести творческую свободу. Анненков субъективен и тогда, когда подчеркивает полную независимость воззрения Тургенева, его неподверженность каким-либо идейным влияниям, в том числе и влиянию Белинского. Работа Анненкова «Шесть лет переписки» по существу – последнее слово мемуариста о Тургеневе. Следующая публикация из переписки с Иваном Сергеевичем Тургеневым в 60-х годах, появившаяся в первых двух номерах Вестника Европы за 1887 год, уже не имела мемуарной основы. Остался невоплощенным еще один замысел мемуариста – рассказ о примирении Тургенева и Льва Толстого. Событие, которое, по словам мемуариста, было делом совсем необычайным и в русской жизни, и в русской литературе. Стасюлевич, том 3, страница 450. Последние годы своей жизни Анненков посвятил Тургеневу, занявшись приведением в порядок его колоссальной переписки. «Я надорвался, перечитав всю переписку Тургенева от первого листа до последнего». Стасюлевич, том 3, страница 447. Мемуары Анненкова согреты искренним чувством любви к Тургеневу, горячим желанием передать, как много значил писатель для своих современников. «Мне очень часто приходит на ум, что между нами нет уже той связи, которая существовала при Тургеневе», – сетует Анненков в одном из писем к Стасюлевичу. И, вероятно, только благодаря ему. «Привязанность охладела, интерес пропал, оценка человека понизилась». Стасюлевич, том 3, страница 446. А в другом письме, сдержанный и суховатый Анненков, признается, «Вообще смерть Тургенева сломила меня». Воспоминания Анненкова о Тургеневе ценны не только как произведение литературы, но и как история прекрасных человеческих отношений. «Шесть лет переписки» впервые опубликованы в «Вестнике Европы», 1885 год, номера 3 и 4. Текст печатается по изданию «Павел Васильевич Анненков», «Литературные воспоминания», «Москва», «Гослит издат», 1960 год, страницы с 405 по 489. Глава первая. В 1856 году, то есть в год появления Рудина, с чем связывают поворот в жизни самого автора, начинаются и частые отлучки Тургенева за границу. Просим извинения у наших читателей за продолжительный перерыв в рассказе со времени появления первого нашего очерка «Молодость Тургенева» в «Вестнике Европы», 1884 год, февраль, 449 страница. Причина замедления заключалась в том, что накануне своей смерти Тургенев уполномочил меня письменно, в случае своей кончины, разобрать его переписку и взять из нее то, что мне будет пригодно. А после его смерти госпожа Полина Виардо, сделавшаяся законной наследницей всего оставшегося после него движимого имущества, изъявила готовность исполнить волю покойного немедленно. Но была остановлена процессом, возникшим между нею и мужем единственной дочери покойного по поводу того же самого наследства. Так как процесс уже решен ныне французскими судами в пользу госпожи Виардо, то надежда добавить мой труд весьма важными документами частной переписки Тургенева заставила меня снова приступить к делу, результатом чего и являются эти воспоминания. Примечание Анненкова В июне 1856 года Тургенев после шестилетнего перерыва предпринял длительную поездку за границу во Францию, Англию, Германию, Италию, где пробыл почти три года. С переменой царствования наступила и льготная пора для русских путешественников, которые освобождены были от паспортных стеснений при отъезде, считавшихся прежде нужными для благоденствия и устойчивости порядка, что еще от времени до времени многими повторяется и теперь. Отмена формальности при добывании паспорта, объявленная в эпоху коронации императора Александра II, не могла касаться вполне Тургенева. Он состоял еще под присмотром полиции и для него требовалось соблюдение старых порядков ходатайства и особого разрешения. О хлопотах, связанных с получением паспорта, в письмах к Дмитрию Колбасину от 8, 13 и 21 мая 1856 года. Тургенев письма, том 2 страницы, 348, 351 и 354. Много помог ему выпутаться из хлопот егермейстер Иван Матвеевич Толстой, впоследствии граф, своим влиянием. Человек этот оказывал несомненные знаки личного расположения и внимания к Тургеневу, сопровождаемые, однако, по временам, выговорами и замечаниями, когда последний слишком легко и свободно относился к его словам и наставлениям. Так однажды, приглашенный Иваном Матвеевичем Толстым на охоту и дав ему слово, Тургенев не почел за нужное обременять себя исполнением обещания и на другой же день получил от Толстого записку с замечанием, что поступок этот имеет вид и характер грубой неучтивости, которая может статься и находиться в привычках автора, но которую не следует прилагать ко всякому. Около того же времени мы имеем первое письмо Тургенева с дороги. Он внезапно уехал в Москву из Петербурга, вызванное издателем «Русского вестника» господином Катковым. Письмо это довольно любопытно. Оно рисует начало большой распри между писателем и журналистом, неупраздненной и смертью одного из них. Москва. 16 января 1856 года. Ошибка мемуариста. Письмо датируется 16-28 января 1860 года. Неверная датировка повлекла за собой неточности в комментариях мемуариста. В 1856 году Тургенев не ездил в Москву для свидания с Катковым. Вообще, все письмо Тургенева относится к истории публикации в «Русском вестнике» романа «Накануне». Любезный Павел Васильевич, я приехал сюда, хотя не с бронхитом, однако с расстроенной грудью, и поселился у милейшего Маслова в удельной конторе на Причистинском бульваре. Но оказывается, что я мог еще с неделю оставаться в Петербурге, потому что господин редактор «Русского вестника», вытребовавший мою повесть шесть недель тому назад, не отвечавший ни слова на мои четыре письма, даже на последнее письмо, в котором я извещал его о моем отъезде и спрашивал о положении этого набора, «Велел мне вчера сказать, что моя рукопись только в будущую сиреду поступит ко мне в корректуре». Вот как следует учить сотрудников, чтобы они не забывались. Некрасов и Краевский никогда не достигали такой олимпийской высоты неделикатности, не заставляли больного человека скакать за шестьсот верст и так далее. Некрасов и Краевский имеются в виду редакторы «Современника» и отечественных записок. По делам мне, по слухам, повесть моя признана редакцией «Русского вестника» образчиком нелепой бездарности. В таком случае, кажется, было бы лучше возвратить ее автору, а, впрочем, все это пустяки. Известно, что большая часть крупных ссор начиналась с подобных же пустяков. Дело, однако же, на этот раз уладилось. Нельзя же было предположить, что редакция такого органа, каким был тогда «Русский вестник», обозвала прелестный рассказ Тургенева «Фауст». Ибо о нем идет дело, образчиком бездарности, а между тем неверный и преувеличенный слух об этом отзыве, если не породил, то укрепил раздражение автора. Неточность причиной, развязавшей полемику у редактора «Русского вестника» с «Современником», явились призраки, а не «Фауст». Катков принял опубликованную в «Современнике» повесть «Фауст» за обещанные ему осенью 1855 года Тургеневым призраки и в объявлении об издании «Русского вестника» на 1857 год «Московские ведомости», 1856 год, номер 140, заявил протест. Тургенев ответил двумя письмами в редакцию «Московских ведомостей» от 4.16.12.1856 года и 1.13.1857, в которых объяснял причины недоразумения. Тургенев, сочинение, том 15, страница со 133 по 135. «Призраки» были опубликованы лишь в 1864 году в журнале «Эпоха», номера 1-2. Возвратясь в Петербург, так как более десяти дней он не располагал быть в отсутствии и известив о том господина Каткова, Тургенев бросил корректуру, прибавляя в том же выше приведенном письме «Пусть они распоряжаются как им угодно». В Петербурге он отдал свой рассказ в «Современник», где тот и появился в десятой книжке журнала. «Фауст. Рассказ в девяти письмах». «Современник. Десятая книжка. 1856». Но и этого мало. В объявлении об издании журнала в следующем, 1857 году, редакторы «Современника» извещали, что четыре первоклассных литератора во избежание неудобств конкуренции согласились печатать свои произведения исключительно в журнале «Современник». Имена этих четырех исключительных сотрудников действительно явились с первого номера журнала на 1857 год на его обложке. Это были Григорович, Островский, Лев Толстой и Тургенев. Конвенция продолжалась, однако, недолго. И один шутник, подозревавший ее происхождение, конечно, имел право сказать, что на пороге «Современника» возвышаются четыре загадочные и молчаливые сфинкса. Она была нарушена в следующем же, в 1858 году, одной из сторон. Тургенев именно послал тогда письмо из-за границы в Атеней. Затем в 1859 году напечатал «Обед в обществе английского литературного фонда» в библиотеке для чтения, а в 1860 году предоставил тому же русскому вестнику, с которым так недавно поссорился, третью социальную свою повесть накануне. «Обед в обществе английского литературного фонда» «Из-за границы письмо первое. Вступление к неосуществленной серии корреспонденций, обещанных Коршу, напечатано в первом номере Атенея за 1858 год. Возможно, но по просьбе Анненкова с целью поддержать только что основанный журнал». Статья «Обед в обществе английского литературного фонда» явилась ответом на письмо редактора библиотеки для чтения Дружинина от 10 августа 1858 года, в котором он специально просил Тургенева написать об английском литературном фонде. Статья опубликована в январской книжке журнала за 1859 год. «Русский вестник отвечал на объявление манифест современника чрезвычайно вежливо и уклончиво, сваливая вину непоявления в его журнале повести «Призраки» — это фауст в «Современнике», за медленность и задержки в корректурных исправлениях со стороны самого автора ее, и прибавляя, что и он с своей стороны отказывается от сотрудничества людей, готовых смущаться всякими случайностями и затруднениями издания, и строит на них далекие и несправедливые соображения. Возвращение Тургенева в Петербург пришлось как раз к появлению первой части «Рудина» в запоздавшей январской книжке «Современника» 1856 года. Вторая часть напечатана была в следующей книжке. Здесь будет уместно привести любопытное примечание, встреченное нами в черновой тетради Тургенева, содержащей «Рудина». Повесть была первоначально озаглавлена «Гениальная натура», что потом было зачеркнуто, и вместо этого рукой Тургенева начертано просто «Рудин». Затем оказывается, что роман создан и написан в 1855 году в деревне, и притом в весьма короткий срок — семь недель. Примечание гласит именно «Рудин» начат 5 июня 1855 года в воскресенье в Спасском, кончен 24 июля 1855 года в воскресенье там же в семь недель. Напечатан с большими прибавлениями в январской и февральской книжках «Современника» 1856 года. Между прочим, заметка эта подтверждает опасения последнего редактора сочинений Тургенева, посмертное издание, колебавшегося зачислять произведения нашего автора по годам их появления в печати, так как он полагал основательно, что некоторые из них могли быть написаны им ранее их опубликования. Но для приложения хронологической системы к изданию никакого другого средства не оставалось. Выслушав все разнообразные толки о своем «Рудине», между которыми к восторженным отзывам примешивались уже и обидные подозрения, в недоброжелательстве к лицу, скрывавшемуся под именем Рудина. Тургенев в августе 1856 года выехал в Париж. Это было первое его путешествие после ареста. «Под именем Рудина» имеется в виду Бакунин. Последний редактор сочинений Тургенева – Стасюлевич. Всю зиму 1856-57 года не было о нем ни слуха, ни духа. Это неверно. Тургенев в зиму 1856-57 года часто писал своим русским друзьям Боткину, Толстому, Дружинину, Панаеву и другим. В течение зимы 1857 года Анненков получил несколько тургеневских писем. Тургенев письма, том 3. И только 24 октября 1857 года получено было от него первое известие, пущенное им 5 октября. 23 сентября старого стиля. Письмо носила штемпель Рю Эмбри и пришло из неизвестного нам место Куртовнель, оказавшегося замком или виллой госпожи Виардо. Тургенев писал. Куртовнель, 5 октября, 23 сентября 1857 года. Милый А, на днях я получил письмо от Некрасова с приложением циркуляра на издание «Альманаха» для семейства Белинского, но так как я недавно писал ему, то я предпочитаю поговорить с вами. Прежде всего, скажите Некрасову, что я обещаю ему две статьи — повесть или рассказ и воспоминания о Белинском. Я глазам не верю. Неужели позволили, наконец, «Альманах» с именем Белинского на заглавном листе и с отзывами о нем? Как бы то ни было, я с восторгом впрягаюсь в эту карету и буду вести из всех сил. Речь идет о письме Некрасова от 10-22 сентября 1857 года и приложенном к нему обращении, в котором сообщалось о возможном издании сборника памяти Белинского. Некрасов, том 10-й, страницы 361-362, том 12-й, страницы 71-72. Доход от этого сборника было решено вручить дочери критика. Издание не осуществилось, так как этому воспротивилась «Вдова Белинского», что ясно из-за ее переписки с Некрасовым, Некрасов, том 10-й, страницы 369-370, архив села Карабихи, Москва, 1916 год, страница 82-я. Воспоминания о Белинском были впервые опубликованы «Вестники Европы», 1869 год, номер 4. Что же касается до моего внезапного путешествия в Рим, то, поразмыслив хорошенько дело, вы, я надеюсь, убедитесь сами, что для меня после всех моих треволнений и мук душевных, после ужасной зимы в Париже, тихая, исполненная спокойной работой зима в Риме среди этой величественной и умирающей обстановке, просто душеспасительная. Путешествие в Рим. Я не мог доискаться в моих бумагах письма Тургенева о поездке его в Италию, а так как корреспонденция моя с ним вся сохранилась, то считаю, письмо это так или иначе погибшим. Зима 56-57-го была чрезвычайно сурова на Западе, дети ремесленников и других бедных людей замерзали в домах и в колыбелях своих. Примечание Анненкова. Мрачное настроение Тургенева было вызвано разладом его отношений с Полиною Виардо. Боголюбов в своих воспоминаниях пишет о горьких испытаниях, которые пришлось пережить Тургенева в 1857 году. Мемуарист имеет в виду увлечение Полино Виардо принцем Баденским. Литературное наследство. Том 76. Страница 460. В Петербурге мне было бы хорошо со всеми вами, друзья мои, но о работе нечего было бы думать, а мне теперь после такого долгого бездействия предстоит либо бросить мою литературу совсем и окончательно, либо попытаться, нельзя ли еще раз возродиться духом. Я сперва изумился предложению Боткина, потом ухватился за него с жадностью, а теперь я и во сне каждую ночь вижу себя в Риме. Скажу без обиняков, для совершенного моего удовлетворения нужно было бы ваше присутствие в Риме. Мне кажется, тогда ничего не оставалось бы желать. Вы, сколько я помню, собирались ехать в Рим, чтобы вам именно теперь исполнить это намерение. Право, подумайте-ка об этом. Славно бы мы пожили вместе. Если вы не приедете, я буду часто писать вам и Некрасову, я надеюсь, что болезнь моя не схватит опять меня за шиворот. В таком случае я, разумеется, буду молчать, но я надеюсь, что она не придет снова. Прощайте, друг мой. Павел Васильевич, пришлите мне седьмой том Пушкина в Рим. Обнимаю вас. Тургенев с большим интересом и уважением относился к издательской деятельности Анненкова. В данном случае он просит выслать ему седьмой дополнительный том сочинений Пушкина в Анненковском издании, вышедший летом 1857 года. Болезнь, однако, не замедлила явиться опять и оправдала нерешимость мою склониться к предложению Тургенева и посетить его в Риме. Что касается даль монаха Некрасова, то он не состоялся, а взамен его предпринято было в Москве большой издательской конторой Солдатенкова полное собрание сочинений Белинского, которое под редакцией Китчера и доведено было до конца благополучно. Почти вслед за тем письмом Тургенева получено от него и другое, уже из Рима. Рим. 31 октября, 12 ноября 1857 года. Милый А. Аненков, ваше письмо меня очень обрадовало, и я надеюсь, что переписка наша оживится снова. Нам с вами надо б на непременно, хотя и изредка, писать друг другу. Вот уже скоро две недели, как я в Риме. Погода стоит чудесная, но болезнь моя опять принялась грызть меня. Это очень меня огорчает, потому что, если бы не эта мерзость, я бы работал. Я это чувствую, и даже несмотря на болезнь, уже кое-что сделал. Не буду говорить вам о Риме. Мало сказать не стоит, много невозможно. Я ознакомлюсь с ним помаленьку. Спешить не для чего. Ходил на вашу квартиру, но уже все изменилось с тех пор, и хозяин другой, расспрашивать было некого. Постараюсь исполнить ваше желание и напишу для Корша письмо, то есть два или три письма. Не знаю, будет ли интересно. Для Атенея, издание предпринятого Коршем после его разрыва с русским вестником. Примечание Анненкова. Современник имеет право на меня сердиться, но право же, я не виноват. Говорят, Некрасов опять стал играть. Вы воображаете, что мне со всех сторон пишут? Никто мне не пишет. А потому давайте мне сведений как можно больше. Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее двадцать пять лет своей жизни. Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок. Нет единства, нет воздуха на первом плане. Пейзаж в отдалении удивительный. Все как-то пестро и желто. Встречу с художником Ивановым в Италии и свои впечатления от его картины «Явление Христа народу» Тургенев описал в очерке «Поездка в Альбано» и «Фраскати», воспоминания об Иванове, 1861 год. Сохранились воспоминания художника Боголюбова, в которых он полемизирует с тургеневской интерпретацией «Дарование Иванова», «Литературное наследство», том 76, страницы 452-453. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление. Будут фанатики, хотя немногие, и главное, должно надеяться, что она подаст знак к противодействию брюлловскому марлинизму. С другой стороны, византийская школа князя Гагарина. Тургенев был убежденным противником творчества брюллова, равно как и Бестужево-Марлинского, представителей, по его мнению, ложновеличавой школы. Воспоминания о Белинском, а также воспоминания Стасова во втором томе настоящего издания. Художник Гагарин, впоследствии вице-президент Академии художеств с 1856 года, расписал в 1853 году в псевдо-византийском стиле Сионский собор в Тифлисе. Подражательное искусство князя Гагарина Тургенев субъективно ставит в один ряд с творчеством брюлловым. Художеству еще худо на Руси. Остальные здешние русские артисты плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и все дрянь, а сам чепуху пишет. Знаем мы эту поганную российскую замашку. Невежество их всех губит. Иванов тот, напротив, замечательный человек, оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся. Двадцатипятилетнее одиночество взяло свое. Не забуду я, но это непременно между нами, как он во время поездки в Альбано вдруг начал уверять Боткина и меня, весь побледневший и с принужденным хохотом, что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и так далее. Мы очень часто с ним видимся. Он, кажется, расположен к нам. Вы меня хвалите за мое намерение прожить зиму в Риме. Я сам чувствую, что эта мысль была не дурная, но как мне тяжело и горько бывает, этого я вам передать не могу. Работа может одна спасти меня, но если она не дастся, худо будет. Прошутил я жизнь, а теперь локти не укусишь, но довольна об этом. Все-таки мне здесь лучше, чем в Париже или в Петербурге. Не знаю, писал ли я вам, что в Париже встретил Ольгу Александровну. Ольгу Александровну Тургеневу, с которой он недавно разорвал свои дружеские связи, она вышла замуж вскоре после того за Сомовым. Примечание Анинковым. Она не совсем здорова, и зиму будет жить в Ницце. Здесь из русских пока никого нет. Ждут черкасских. Боже, вас сохрани, не прислать мне седьмого тома Пушкина, переписку Станкевича и ваше письмо о Гоголе. Речь идет о книге Станкевич, переписка его и биография, Москва, 1857 год, и второй части воспоминаний о Гоголе, Анненкова, библиотека для чтения, 1857 год, номер 11. Справьтесь у Некрасова и Колбасиных, как сюда пересылались книги, и так и поступайте. Со вчерашнего дня стал дуть северный ветер, а то такая теплынь стояла, что сказать нельзя. Третьего дня мы с Боткиным провели удивительный день. Природа здешняя очаровательно величавая и нежна, и женственно в то же время. Я влюблен в вечно зеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы, я могу только сочувствовать красоте жизни. Жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня. Не стряхнуть мне его с плеч долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть в то, что я делаю, а то, кому оно будет нужно. Да и самому мне оно будет противно. Боткин здоров. Я с ним ежедневно вижусь, но я не живу с ним. В его характере есть какая-то старческая раздражительность, и пекуреец в нем то и дело пищит и киснет. Очень уж он заразился художеством. Напишите мне все, что узнаете, услышите о Толстом и его сестре. Я не думаю, чтобы вам понравилось его последнее произведение. Рассказ «Люцерн». Современник, 1857 год, номер девятый. Тургенев оказался прав. Анненков резко отозвался о Люцерне, назвав его ребячески восторженным произведением. Но у него есть другие хорошие вещи. Он вас очень любит. О семействе графа Льва Николаевича Толстого Тургенев всегда отзывался восторженно, не исключая и времени его непродолжительной размолвки с ним, о чем речь еще впереди. Сестру графа Толстого по мужу тоже Толстую он называл умный, понимающий все кругом себя и обнаруживающий свое понимание только при случае. О брате Толстого, молодом человеке, умершем в чахотке в 1860 году за границей в Гиере, он говорил не иначе, как с умилением. Не помню впечатления, произведенного на меня слабым произведением Толстого, да и кто бы мог сохранить память о неудачных произведениях после позднейших образцовых созданий его и после колоссальной эпопеи его «Война и мир». Познакомились ли вы с графиней Ламберт? Она того желала, и я вам советую. Я опять напишу ей письмо через ваше посредничество. На этот раз пойдите к ней. Ну вот, переписка благополучно возобновлена. Смотрите же, чтобы она не прекратилась. Поклонитесь всем друзьям, а вам я крепко жму руку. Читали ли вы историю Рима, Момзена? Я ей здесь упиваюсь. Весь ваш и те. Постскриптум. Напишите мне досконально. Базунов не пострадал от моих повестей? Если нет, мое самолюбие было бы несколько успокоено. Вопрос о Базунове относится к первому отдельному изданию повестей Тургенева, порученному мне и проданному мной в Москве, совсем готовым и отпечатанным в числе пяти тысяч экземпляров, старому и уже давно покойному книгопродавцу Базунову за 7500 рублей. С серебром. Издание представляло три небольших томика, которые тогда и составляли весь литературный багаж Тургенева. В нем еще не обреталась ни одна из социальных его повестей, доставивших ему позже славу художественного комментатора своей эпохи. По условию, полученная от Базунова сумма была разделена на три равные части, и одна из них вручена автору, другая покрыла издержки печатания, третья осталась у продавца. Анненков писал Тургеневу об издании Базунова. Повести давно ему откупились и приносят барыши. В трехтомное издание повестей и рассказов Тургенева «Санкт-Петербург, 1856 год» уже входил и Рудин. Оба письма из Италии, несмотря на живое описание красот Рима и сочувственное отношение к вековечному городу, носили еще на себе меланхолический оттенок в предчувствии, приближающейся к автору болезни. Но никто из знавших о письме не обратил на это никакого внимания. Мы уже привыкли к жалобам Тургенева на ожидающую его судьбу, которая никогда не приходила. Впоследствии это разъяснилось больше. Уже с 1857 года Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет до 1883 года, когда смерть действительно пришла, оставаясь сам все время с малыми перерывами совершенно бодрым и здоровым. Болезнь, на которую он преимущественно жаловался, стеснение в нижней части живота он принимал за каменную, которая свела в гроб и отца его. С течением времени она миновала окончательно, не оставив после себя и следа. Затем, кроме бронхитов и простудных воспалений горла, наступила эпоха ужасов перед холерой, когда он не пропускал почти ни одной значительной аптеки в Москве, Петербурге, Париже и Лондоне, чтобы не потребовать у них желудочных капель и укрепляющих лепешек. Случалось, что при расстройстве пищеварения он ложился в постель и объявлял себя потерянным человеком. Достаточно было несколько ободрительных слов врача, чтобы поднять его опять на ноги. По действию неустанно работавшего воображения ему мерещились исключительные бедствия. Он считал себя то укушенным бешеной собакой, то отравленным и сам смеялся над собой, когда припадок его проходил, оставляя ему в наследство некоторую жизненную робость. Так он не любил останавливаться в многолюдных отелях, а искал помещения у старых приятелей. Много раз видели мы его изнемогающим под мучительными припадками подагры, которой он был подвержен, и долго думали, что это единственная серьезная болезнь его. Уединение, создаваемое недугом, он употреблял на чтение популярных медицинских сочинений и приобрел столько познаний в медицине, что, по слову Гейне, всегда мог отравить себя. Но он желал только знать страдания человечества, а слушался единственно докторов, и по временам более чем нужно было эмпириков. Умер же он посреди невыразимых мучений от болезни, приведшей в тупик знаменитейших врачей Парижа, недоумевавших, против чего им следовало бороться именно от ракового воспаления в спинной кости, пожравшего у него три позвонка, хотя это была не новость для нас. В эпоху Пушкинского юбилея в Москве мы были свидетелями, что каждый вечер он заставлял бить себя по обнаженной спине стальными щетками, подозревая, что там накопился у него, по его словам, какой-то злой материал, и оставаясь днем ликующим и готовым на все труды великого литературного праздника. Что касается до его суждения о русском искусстве и русских художниках в Риме, то мы оставляем это на памяти критика, если не на ответственности его, ибо отвечать он уже не может. В низкой оценке Брюллова он совершенно сходился с обычным своим возражателем Стасовым, который очень горячо и остроумно отстаивал перед ним право русских живописцев не уважать Рафаэля и итальянских идеалистов XVI столетия, так как люди эти и утвердили нашу Академию художеств в том мнении, что с ними кончается свет и за ними нет ничего. По Стасову отрицание Рафаэля было первым симптомом развития искусства в России и пробуждения в русских художниках сознания о необходимости самостоятельной деятельности и об отыскании новых современных идеалов и предметов для воспроизведения их посредством искусства. Относительно презрительной оценки Брюллова оба противника его совершенно выпускали из виду смелый выбор тем и замечательную виртуозность при их исполнении у художника, качества, которые и сделали его имя необычайно популярным в среде соотечественников. Несмотря на суровый приговор Ивана Сергеевича, плохо искусству в России, оно незаметно шло вперед. Утомленное идеализмом без содержания, на которое присуждала его академическая практика, оно тихо, но постоянно высвобождалось от нее. Знамя Брюллова, под которым оно шло навстречу запросам Академии, было знаменем реформ и прогресса. Месяц спустя после последнего письма получена была отписка Тургенева из Рима, в которой нападки на Брюллова еще усилились. Рим, 1-е, 13 декабря 1857 года. Любезнейший П.В. Павел Васильевич, Ваше умное как день письмо получено мною вчера. Письмо Анненкова от 16-го, 28 ноября 1857 года. Я спешу отвечать вам. Чтобы не сбиться и все сказать, что следует, и на своем месте, разобью мое письмо на пункты. Первый. Литература. Вероятно, вы по получению этого письма уже будете знать, что я нарушил мое молчание, то есть написал небольшую повесть, которая вчера отправлена в современник. Повесть «Ася», современник, 1858 год, номер первый. Анненков, прочитав ее в корректуре, писал Тургеневу, «Это одна из самых доделанных вещей ваших». Я и Панаева, и Колбасина просил о том, чтобы до напечатания повесть эта была прочтена вами и напечаталась не иначе, как с вашего одобрения. Не стану вам говорить о ней, лучше я послушаю, что вы о ней скажете. В ней решительно нет ничего общего с современной пряной литературой, а потому она, пожалуй, покажется пресной. Повесть эту я окончил здесь. Я чувствую, что я здесь мог бы работать. Смотри ниже пункт «Жалобы на судьбу». Кончивши эту работу, я засел за письмо Коршу, которое, оказывается, затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения и дней через пять или шесть, надеюсь, выслать это письмо на ваше имя. Второй. «Жалобы на судьбу». Если здоровье вообще нужно человеку, то в особенности оно нужно ему тогда, когда он подходит к сорока годам, то есть во время самой сильной его деятельности. Под старость болезнь дело обычное, в пору молодости – интересное. Как же мне не пенять на судьбу, наградившую меня таким мерзким недугом, что, по милости его, я превращаюсь в вечного жида? Вы из одного слова поймете мое горе. После двухмесячной борьбы я с сокрушенным сердцем принужден оставить милый Рим и ехать черт знает куда в поганую вену советоваться с Зигмундом. Здешний климат развил мою невралгию до невероятности, и доктор меня сам отсюда прогоняет. Ну, скажите, не горько это, не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда, но больше месяца от нынешнего числа я не проживу здесь. Ведь надобно же, чтобы ко мне привязалась такая небывалая болезнь. Поверьте, никакие ретроспективные соображения тут не утешат. Однако, если вы будете отвечать мне тотчас, а это было бы очень мило с вашей стороны, потому что мне хочется поскорее узнать ваше мнение о моей повести, пишите еще пока в Рим. Пункт третий. Рим. Рим прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что великое, прекрасное, значительное, близко, под рукою, постоянно окружает вас, и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работает со вкуснее, и уединение не тяготит. И потом этот дивный воздух и свет. Нет. Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный, каждый день свершается какой-то светлый праздник на небе и на земле, каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна. Мы много разъезжаем с Боткиным. Вчера, например, забрались в полуразрушенное и заброшенное строение, выведенное по рисункам Рафаэля. Что за прелесть эта вилла? Описать невозможно. Удивительный вид на Рим. И вестибюль такой изящный, богатый, сияющий весь бессмертной рафаэлевской прелестью, что хочется на коленке стать. Через несколько лет все рухнет, иные стены едва держатся, но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации. Здесь понимаешь смысл стиха «Печаль моя светла». Из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Одинокий, звучно журчавший фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний, и чище, и нежнее звучат в ней художественные струны. Кстати, я здесь имел страшные пыри с русскими художниками. Представьте, все они, почти без исключения, я, разумеется, не говорю об Иванове, как за язык повешенный бессмысленно ли печут одно имя – Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками. Здесь есть какой-то Железнов, я его не видал, который всему этому злу корень и матка. По словам художника Железнова, Брюллов утверждал, что творчество Рафаэля, всеобщего учителя, необходимо изучать, постигать его художественную философию, но и только. Древние художники были сами по себе, а мы должны быть сами по себе. Такой взгляд на современное искусство автор по нигерической статье о Брюллове считал благодетельным. Железнов. Значение Брюллова в искусстве. Современник. 1856 год. Номер седьмой. Страницы с первой по двенадцатую. Я объявил им, наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский. Как пал Карфаген, так падет Брюллов. Брюллов этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор стал идолом, знаменем наших живописцев. Надо бы на и то сказать, таланта в них, собственно, ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику и больше ничего. В одном только из них, Худякове, есть что-то живое, но он, к сожалению, не образован, он из дворовых людей, а умен и не раб, не ленивый и самонадеянный раб духом, как другие, хотя и он молится Брюллову. Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого. Анненков сообщал Тургеневу в письме от 16-28 ноября 1857 года, что Львом Николаевичем Толстым разработан проект «Заселение всей России лесами». Вот человек с отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое — офицер, помещик и так далее. «Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту. В его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я все-таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу». Резюмем. А. Напишите мне тотчас мнение о Басе сюда. Б. Высылайте сюда же Пушкина, Гоголя, непременно. С. Я вам через неделю пошлю письмо Коршу. Д. Любите меня, как я вас люблю. Боткин благодарит и кланяется вам. И. Т. И. Тургенев Как ни откладывал Тургенев свой выезд из Рима сперва на месяц, а потом на 1-е, 13-е марта 1858 года, в январе 1858 года он еще был на месте, но только 9-го апреля успел свидеться с доктором Зигмундом в Вене. Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней. Нужно еще удивляться, что он так скоро разорвал свои связи с Римом. Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, тут была еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как не любил ее. Он представлял из себя европейски-культурного человека, которому нужен был шум и говор большого политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты, даже анекдоты и говор толпы, конечно, не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежит сомнению. Свидетельством тому может служить только что приведенное письмо. В нем есть описание высокопоэтического характера и верности, почти фотографической. Ему недоставало только мужество заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания. Он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося с существованием. Правда, в 1848 году, в эпоху возрождения, обновления, пульс умственной и общественной жизни в Италии бился сильнее прежнего. Но бежать из Франции, Тургенев находился тогда в Париже, которое давало тон всему европейскому движению, было бы нелепостью, кроме разве специально агитаторскими целями. А Тургенев, чтобы не говорили нынешние клеветники поэта, агитатором никогда не был, да по развитию своему и не мог бы им быть. Замечательно, что с 1858 года он уже более никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию. Сам Лех Николаевич Толстой распустил тогда слух о том, будто он предполагает заняться лесоразведением в Южной России. Я передавал только его слова, когда сообщал Тургеневу такой слух. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сделаться очень важным предприятием, если бы не возникло оно у Толстого из странного отвращения к писательству, к роли, играемой у нас авторами. Важнее, говорю, другое явление. Усиленное беспокойство Тургенева об участи своего прелестного рассказа Ася. Трудно сказать, что заставляло его домогаться с настойчивостью отзывов о такой малой вещице, как Ася. Вероятнее всего предполагать, что основа Ася взята из биографического факта, дорогого почему-то самому автору. Он боялся, что слабая передача его уничтожит или извратит его значение. Я успокоил его, передав ему мнение многих его почитателей, что недостаток Ася заключается в одном. Такая поэтическая и вместе реальная характеристика героини, нечасто встречающаяся и в более богатых литературах, чем наша, заслуживала бы большего развития. Рамки, например, романа, которую она совершенно наполнила бы собою. Тургенев остался доволен отзывом, как это видно, и из последнего письма его из Рима, которое теперь и приводим здесь. Рим, 19-е, 31-е января 1858 года Я виноват перед вами, как нельзя более. Не отвечал на ваше письмо от 21 декабря и не переписал совсем конченные два письма, номер 2 и 3 для Корша. С нынешнего дня засел я за эту работу, и через 4 или 5 дней они отправятся к вам. Мысль, что первое письмо вам понравилось, меня ободряет и развязывает руки. Я не хочу только откладывать ответ мой на ваше письмо от 8 января. Причины моего замедления были двоякие. Некоторые рассеяния и довольно серьезная и для меня не совсем привычная работа, о которой я поговорю с вами лично, и которая касается вопроса, занимающего теперь всю Россию. Имеется в виду записка Тургенева об издании журнала «Хозяйственный указатель», идея которого возникла, как только пришли первые вести о намерении правительства освободить крестьян. Тургенев, сочинение, том 15-й страницы, с 235 по 244. Дело шло о проекте народного образования и обучения через посредства имущих и развитых классов общества. Неточность работа над проектом программы общества для распространения грамотности и первоначального образования относится к более позднему времени, к августу 1860 года. О проекте этом будем говорить сейчас же, а теперь скажем, что он не удался и не был приведен в исполнение, даже не поступал на утверждение подлежащего начальства, как требовалось по закону, примечания Анненкова. Очень вам благодарен за доставленные сведения и прочее. В ваших письмах ваш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества. Отзыв ваш о Бассе меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спавшись на берег, пока сушил ризу влажную мою, а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая после долгого перерыва работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная, и я искренне этому радуюсь. Ризу влажную мою и стихотворение Пушкина «Орион», 1827 год. Рассеяния, о которых я упомянул выше, состоят во множестве новых знакомств. Из них упомяну великую княгиню Елену Павловну, с которой я уже имел несколько длинных разговоров. Она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и не стеснять. На конце каждого ее слова сидит как бы штопор, и она все пробки из вас таскает. Оно лестно, но под конец немного утомительно. Сошелся я очень близко с князем Черкасским Владимиром и его женой. Очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Аболенского, госпожу Смирнову, иногда Бакуниных, также Ростовцева, сына Якова. Трудно выразить, что это за милый, симпатический, честный и откровенный человек. Из художников после Иванова самый приятный Сорокин. Как человек, таланта у него, к сожалению, нет. Изо всех здешних художников талант есть только у одного Худякова, но сам он не образован, завистлив и надут. Молодой живописец Никитин сделал мой акварельный портрет. Все находят его чрезвычайно схожим. Портрет Тургенева, написанный Никитиным, хранится в Государственном литературном музее. Известия об обеде в Москве и так далее радуют и в то же время несколько пугают. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шуметь. Вы прочтете в Норт небольшое письмо, написанное мною в ответ на статью, помещенную об этом обеде. Это юбилейный обед Московского университета, праздновавшего столетие своего основания. Мне не случилось встретить в Ленорт письма Тургенева, да оно не попало ни в один из известных и очень подробных библиографических перечней его сочинений. Исторический вестник, 1884 год. Примечание Аненкова. Юбилейный обед, о котором Аненков сообщал Тургеневу 8-20 января 1858 года, был устроен в честь обнародованных рескриптов о подготовке крестьянской реформы. Письмо к редактору Тургенева, опубликованному в Ленорт, номер 37, 6 февраля 1858 года. Тургенев, сочинение, том 15, страницы 136-137. Там была несправедливая выходка против славянофилов. Как будто они не желают освобождения крестьян, между тем, как они-то больше всех и хлопотали о нем. Я в этом письме заступаюсь за них с этой только точки зрения. Я это сделал в угоду черкасскому, письмо которого не было бы принято. Впрочем, и мое, пожалуй, не примут. Пушкина, то есть издания, еще нет здесь. Господа-современники также не выслали свой декабрьский номер. О свадьбе Ольги Александровны ничего не слыхал. Она в Ницце, и здоровье ее хорошо. Жаль мне очень бедного дружинина. Боткин только на днях получил письмо от него. Оно провалялось месяца два на почте, и тотчас отвечал ему. Наружность дружинина мне весьма не понравилась уже в Зинцеге. Знаете ли, мне почему-то кажется, что у него должна быть моча с сахаром, весьма быстро изнуряющая и опасная болезнь. Нельзя ли шепнуть об этом Шипулинскому? Иногда и слепая свинья набредет на желудь, гласит немецкая пословица, и, может быть, моя мысль справедлива. Погода у нас здесь стоит чрезвычайно ясная и холодная. Говорят, в Венеции выпал сильный снег, и лагуны замерзли. Боятся, как бы в карнавал не пошли дожди. Здоровье мое, если не хорошо, то, по крайней мере, удовлетворительно, мучений нет, а уж от недомоганий я и не надеюсь отделаться. Ждите двух больших пакетов через несколько дней, да непременно вышлите сюда Атеней. Если увидите Дмитрия Колбасина, напомните ему, что я жду от него ответа на некоторые мои запросы. Пишите мне пока в Рим. Я отсюда окончательно выезжаю. Только 1-го, 13-го марта. Жму вам дружески руку и остаюсь И.Т. Постскриптум. Поклонитесь от меня княгине Вяземской. Да сходите, наконец, к графине Ламберт и попросите ее написать мне свое мнение о Басе. Нужды нет, выгодное или невыгодное. В письме от 22 декабря 1857 года, 3 января 1858, Тургенев просил Ламберт сказать свое мнение о небольшой повести под заглавием Аси. Тургенев, письма, том 3, страница 179. Отзыв графине Ламберт неизвестен. Тургенев обращается к друзьям Некрасову, Льву Толстому, Анненкову с просьбой высказать свои суждения о Басе. Тургеневская повесть «Чистое золото поэзии», как отозвался о ней Некрасов, послужила поводом к острой полемике в современной критике о людях 40-х годов и роли дворянской интеллигенции в развитии русского общества. С одной стороны выступил Чернышевский со статьей «Русский человек на рандеву», с другой – Анненков, опубликовавший критический этюд «Литературный тип слабого человека» по поводу Тургеневской Аси. В 1858 году предпринял и я поездку в Европу после десятилетнего безвыездного пребывания в России. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившиеся на Западе в течение этого времени. Перемен и нравственных, и материальных было много. За исключением Берлина, где строительная горячка началась только с франко-прусской войны 1870 года, старые города Европы, как Париж, Вена, Дрезден, сделались почти неузнаваемы. Стремление к роскоши существовало и до Второй империи, поддерживаемая громадным торговым производством и обогащением буржуазии, но с Наполеона III оно забыло все приличия. Повсюду возникали великолепные как общественные, так и частные здания, опрокидывались памятники старины, уничтожались исторические дома и улицы, по примеру Парижа. Каждая столица, каждый значительный пункт населения, за исключением, повторяем, Берлина, остававшегося до поры до времени старым и грязным городом, как бы решились отделаться от своего прошлого, смыть с себя последние остатки средневекового быта и начать для себя новую эру существования со вчерашнего дня. Одобрение со стороны многочисленных рабочих и мещан, заинтересованных в постройках, поддерживало общее одушевление. Но когда наступил кризис, капиталы скрылись в банкирских конторах, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынка и населения, остановилось, явились для всех предпринимателей и исполнителей разочарования и нищета. До тех пор на улицах европейских городов шел постоянный пир и праздник. Увеселительные заведения множились со всех сторон ежедневно, принимая тоже громадные размеры, и в уровень с ними разрастались вкусы и требования рабочих и мещан, которые уже составляли их верную статью дохода. Вид общего благосостояния на Западе обманывал туристов и заставлял их думать, что средства каждого посетителя этих волшебных замков увеличились, по крайней мере, в десять раз за последнее время. Зрелище общего ликования было действительно увлекательное. В Берлине я получил венскую телеграмму Тургенева, которая в отмен прежних требований явиться в столицу Австрии для свидания с ним, приказывала не трогаться с места и ждать новых инструкций. Как горячо звал меня Тургенев в Вену, видно из следующего письма. Вена, 7 апреля 1858. Милый А, сегодня в пять часов вечера я приехал сюда, получил ваше письмо в седьмом и отвечаю в восемь. Письмо Анненкова от 23 марта 4 апреля 1858 года. Нечего говорить, как я рад нашему скорому свиданию. Все это, само собой разумеется, приступаю к делу. Не стану вам повторять моей плачевной истории. Вы знаете, что вот уже скоро полтора года, как бес в меня вселился в виде болезни пузыря и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения. Я не лечился, потому что махнул рукой. Однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача, специалиста по этой части, Зигмунда. Для этого я приехал в Вену и, по крайней мере, месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать, наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вена выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда. Я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет. Но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь. Остается вам приехать сюда. Разница всего несколько часов, положим, даже целые сутки. Но я надеюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я так был бы рад свидеться с вами. Вы видите, что я прикован здесь. Мне уже наскучило попусту советоваться с знаменитостями. Я хочу, я должен лечиться или уже примириться с мыслью, что жизнь моя отравлена. Батюшка П.В. Павел Васильевич, приезжайте, а отсюда ступайте в Лондон. Я сам вслед за вами поеду. Я должен 15 мая присутствовать в качестве шафера на свадьбе Орлова. И в начале мая на несколько дней буду в Лондоне, куда приедет и Боткин. Тургенев прибыл в Лондон 16-го, 28-го апреля 1858-го года. Одним словом, я вас жду здесь. Вы должны приехать. Это невозможно, чтобы вы не приехали. Умоляю вас приехать. Остановился я в гостинице номер 33-й. Я жду вас. Боже, что мы переговорим? Завтра от меня еще будет письмо. Весь ваш. И в Т. Инструкции. И явились через два дня в форме письма из Вены от 9-го апреля 1858-го года, где он описывает свое свидание с доктором Зигмундом и прибавляет, чтобы я тотчас же укладывался и направлялся в Дрезден, так как он сам после отсылки своего письма едет туда и будет ждать меня. Известие было очень приятное. На другой же день, через 5-7 часов, я был уже в Дрездене, и в отеле изумился, встретив цветущего пациента в человеке, чуть не приговоренном к смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его речь, исполненная юмора, образности и меткости. Я заметил ему это и получил ответ. Вот видите ли, организмы людей, пораженных хроническим опасным недугом, каков мой, кажутся в спокойные минуты свои более крепкими, чем те, которые не испытывали никаких потрясений. Болезнь тут отдыхает, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почве разыграться с еще большей силой. Я даже полагаю, что и умру так, что удивлю всех неожиданностью. Пророчество, однако же, не сбылось. Он умирал долго и слишком ощутительно для своих друзей и образованной части России и Европы. Прилагаем венское его письмо. Это, как увидит читатель, скорбный лист Тургенева, продиктованный одной из тогдашних ученых знаменитостей. Вена. Пятница. Девятое апреля 1858 года. Любезный А. Сейчас от Зигмунда, осмотревший меня весьма подробно и сзади, и спереди, он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый канал, извините все эти подробности, поражен, что если я не займусь серьезно этой болезнью, худо будет, что я должен в нынешнем же году провести шесть недель в Карлсбаде и шесть недель в Крейтснахе, а здесь должен остаться еще дней пять, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе свечи. Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива. Приходится начинать старческий период жизни, то есть заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать? А скоро все выгорело. Но теперь что предпринять? Ясно, что вам сюда незачем ехать, боюсь только, как бы вы уже не выехали из Берлина. Обдумавшее свое положение, я решаюсь на следующее. Отложить свое возвращение в Россию до конца августа, на лечение употребить три месяца, от половины мая до половины августа. Съездить теперь в Париж и Лондон, так как раньше половины мая лечение водами невозможно. Все это мне как кол в горло, но необходимость не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанет вас в Берлине, оно вас застанет, потому что я сейчас посылаю к вам телеграмму, то знайте, что я во вторник выезжаю отсюда и в среду утром буду в Дрездене. Куда и вы приезжаете? Мы там сговоримся, что нам делать и как ехать. Может быть, я даже в понедельник выйду, но во всяком случае в среду утром я в Дрездене, и потому до свидания, ваш И.Т. А скоро все выгорело, — воскликнул Тургенев, сообщая диагноз доктора Зигмунда, однако же не так скоро, как думал сам пациент и его эскулап. Еще целых двадцать шесть лет горела трудовая лампа на письменном столе Тургенева и освещала возникновение один за другим многих и многих капитальных произведений. Но о них не было еще и помина в Дрездене. Дворянское гнездо зрело в уме Тургенева, но к нему он еще и не приступал. Замысел дворянского гнезда возник еще в 1856 году. Первое упоминание о нем встречается в письме к Ивану Ивановичу Панаеву от 3-го, 15-го октября 1856 года. Тургенев, письма, том 3, страница 18-я. Но затем в работе над ним наступил большой перерыв, который длился до конца следующего года, а не до весны 1858-го, как утверждает Анненков. 22 декабря 1857-го, 3 января 1858 года, Тургенев пишет Ламберт, что занят большою повестью, главное лицо которой, девушка, существо религиозное. Я был приведен к этому лицу наблюдениями над русской жизнью. Тургенев, письма, том 3, страница 179-я. Разговор наш обращался к проектам «Вояжи» и встреч, из которых ни один не осуществился, как и большая часть таких проектов, не принимающих в соображение случайностей и непредвидимых помех. Ни слова не было сказано также и о том, о чем хотел переговорить со мною лично о проекте «Обучение и воспитание народа». Взамен литературные новости интересовали Тургенева в высшей степени, и анекдотов о людях и событиях этой области было множеством. Три дня с их обедами и ужинами пролетели незаметно. Тургенев отправился в Лондон, как хотел, а я уехал в Киссинген, а оттуда по окончании курса в Мюнхен, Тироль и Зальцбург. Из Зальцбурга через Берхтсгаден, Кенегзея и Линц, праздновавшие тогда рождение австрийского кронпринца Рудольфа, далее по Дунаю, в Вену, из Вены я скоро достиг Бреславля, потом Варшавы, а оттуда сопровождаемый великолепной кометой, не сходивший с неба почти всю ночь, прибыл в Петербург в августе месяце. Тургенев явился туда же почти вслед за мною. Он привез с собой новинку, именно дворянское гнездо, которое начал еще за границей, а доканчивал уже всю осень в Петербурге на своей квартире «Большая конюшенная» — дом Вебера, посреди шума и говора приемов и массы посетителей. Тургенев вернулся в Россию в июне 1858 года, то есть раньше Анненкова. Над дворянским гнездом он работал в Спасском все лето и осень. В Петербург Тургенев привез готовую рукопись в первой половине ноября 1858 года. Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно. Мы не имеем, к сожалению, чернового подлинника гнезда. Автограф дворянского гнезда хранится в Национальной библиотеке в Париже. Но вот какую отметку встречаем на следовавшем за дворянским гнездом романе накануне, начата в верши во вторник 28-го, 16-го июня 1859-го, кончена в Спасском в воскресенье 25-го октября 6-го ноября 1859-го, напечатана во второй книжке русского вестника за 1860-й год. Срок вроде больший, чем тот, который потребовал для себя Рудин в первоначальной редакции семь недель, но тоже не очень значительный, если принять в соображение время, употребленное на переезд из Виши в Париж, оттуда в Берлин и Петербург, а оттуда через Москву в деревню Орловской губернии, и еще неизбежные остановки в городах. Но что такое было само дворянское гнездо, явившееся в январской книжке 1859-го года «Современника»? В один зимний вечер 1858-го года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением. Чтение дворянского гнезда состоялось 28-29 декабря 1859-го года старого стиля. Помимо Некрасова, Анненкова, Дружинина на чтении присутствовали Боткин, Гончаров, Никитенко, Иван Панаев, Маслов, Николай Тютчев, Михаил Языков. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего доктора Шипулинского не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством нее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне. Оно заняло два вечера. Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кое-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом. Совершенно успокоенный, он просил Некрасова припечатать после оглавления посвящение его мне в благодарность за чтение, но Некрасов почему-то не исполнил его желание, и запоздалое посвящение явилось только в 1860 году в библиотеке для чтения, при замечательной тоже повести его «Первая любовь». На черновой тетради «Первой любви» стоит отметка «Начта в Петербурге» в первых числах 1860-го, кончена в Петербурге же 10-го, 22-го марта 1860-го. Он отдал ее в библиотеку для чтения Дружинина, где она и явилась в третьей книжке журнала, почти при самом отъезде за границу ее автора. По стройности всех частей, правде и выдержанности характеров чрезвычайному искусству рассказа она может быть сравнима не только с двумя предшествующими шедеврами Тургенева, но и с последним, последовавшим за ними через 17-18 лет романом «Новь», 1877 год. Примечание Анненкова. Но что произошло, когда в «Современнике» 1859 года явился роман «Дворянское гнездо»? Многие предсказывали автору его овацию со стороны публики, но никто не предвидел, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающие свою карьеру один за другим, являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его приговора, в чем он никогда не отказывал им, стараясь уразуметь их дарования и их наклонности. Светские высокопоставленные особые знаменитости всех родов искали свидания с ним и его знакомства. Особенно, как мы уже имели случай заметить прежде, он сделался любимцем прекрасного пола, упивавшегося чтением его романа. Женщины высших кругов петербургского общества открыли ему свои салоны, ввели его в свою среду, заставили отцов, мужей, братьев добиваться его приязни и доверия. Он сделался свой человек между ними, и каждый вечер облекался во фраг, надевал белый галстук и являлся на их рауты и беседы. Удивлять изящным французским языком, блестящим изложением мнений своих, с применением к понятиям новых его слушательниц и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной, весьма красивой фигурой. Несмотря на многочисленные светские свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе с его репутацией. Он не позволил отуманить себя общественными похвалами, а, напротив, подговор их взгляд его на самого себя приобретал особенную трезвость и ясность. Едва напечатав дворянское гнездо, он принялся за новое произведение, уже упомянутую повесть, накануне, которая была совершенной противоположностью с романом, имевшим такой колоссальный успех. Оставаясь он при одном и том же счастливом мотиве, проведенном им однажды, имя его, как литератора, конечно, пользовалось бы еще заслуженным уважением, но никогда не выросло бы до того значения перед публикой, в каком застала его смерть. Собственно говоря, дворянское гнездо было трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отходящих в историю, причем все высшие, идеальные их потребности и стремления выставлены в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми, и с порядками, с которыми современники расстаются навсегда. В самом упоении славой и на первых же порах общего одушевления Тургенев почувствовал, что есть опасность продолжать такие же отношения к отжившему времени и далее. Благоуханный цветок, выросший на этой почве и возбуждавший всеобщий восторг, мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности, чего Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ, боялся всего более. Следовало напомнить энтузиастам романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей их верности искусстве обрисовки, зиждутся все-таки на обеспеченном состоянии лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира. Случай помог Тургеневу найти подходящий сюжет. Прожив с нами часть зимы 1858-59 года, Тургенев не раз читал нам по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести некоего господина Катранова, псевдоним, как объяснял сам Тургенев. В приложении или в предисловии, которое явилось в третьем издании его сочинений, 1880 год, там повесть приписывается молодому человеку по фамилии Каратеев, который рассказал события, с ним самим случившиеся в Москве, передал свой рассказ Тургеневу для обделки, сознавая свою неспособность, и отправился с Орловским ополчением в 1855 году в Крым, где и умер. Катрановым назывался сам герой его повести, переименованный им в Николая Каменского, фамилию, мало напоминавшую его болгарское происхождение, примечание Анненкова. Тургенев удивлял нас своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания. Имя это имеет, однако же, право на упоминание его в воспоминаниях о Тургеневе, так как господин, носивший его, внушил Тургеневу идею романа накануне. Повесть Катранова, озаглавленное «Московское семейство», изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку Аграфену Степанну, и дочь от них, прелестную барышню Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский университет, и, распознав в нем сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него. Но он, поврожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привязанность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить. Да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которое получило его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недалеком будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Все, что любила Катерина, разом уничтожилось, вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить истинное происшествие. Но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его накануне и украсившая собою второй номер русского вестника на 1860 год. Роман накануне был опубликован в первой книжке русского вестника за 1860 год о творческой истории романа и его прототипах в предисловии Тургенева к собранию романов в издании 1880 года, а также Тургенев, сочинение, том 8, страницы с 496 по 543, Тургеневский сборник, второй выпуск, 1966 год, статья Щепкиной накануне героини романа в кругу своих современников. Мы уже знаем, что она начата была в июне предыдущего года в Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда, но она продолжалась с тайным содействием министерства короля Асардинского на море и на суше, ибо могущество Австрии не было сломлено окончательно в Италии. Виллофранкский трактат оставлял Австрии еще большое влияние на Пенинском полуострове, устранить которое приходилось уже Гарибальде, высадкой в Неаполь и возмущением Сицилии. Да император французов не желал и слышать о поколебании римского владычества Папы. Италия доделывала то, что Наполеон оставил полуоконченным, и при том доделывала на свой страх, не справляясь с видами и намерениями своего покровителя. Некстати медлительный и некстати решительный Наполеон думал только о том, чтобы пожать новые лавры перед публикой в своем отечестве. Войска, участвовавшие в итальянской кампании, стягивались в Париж, где император готовил им колоссальный смотр, имевший все подобие триумфа старых кесарей Римской империи. От этого триумфа именно Тургенев и бежал сперва в Виши, а потом в Куртовнель. От природы Тургенев был ненавистником всего деланного, официально праздничного, декоративного, без теплоты и сердечности участия. Письма его от этой эпохи наполнены восторжными восклицаниями. Да здравствует Италия, да здравствует Гарибальди, которые он считал еще революционными возгласами, как оказывается, да еще насмешками и ироническим отношением к французам и к их национальному безмерному самолюбию, к их самообожанию. Кстати, заметить, что он был далек в это время от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказали европейской цивилизации лучшие ее умы. 22 10 июня 1859 года получено было от него из Виши письмо, в котором заключались, между прочим, и следующие строки. Сологуба дернула перевести дворянское гнездо для ревю «Контемпоран». Гнусный журнальчик, но я отклонил такую великую честь. Все французское для меня воняет, и уж коли выбирать, лучше возиться с французскими лавочниками, чем с французскими остроумцами. Я живу в Виши в скромном отеле, где вижу за табльдотом несколько французских лавочников, особенно один из них пленителен. Он убежден, что русские мужики продают своих детей в Сираль великого хана Тартарии, государь мой, и прибавляет «Ах, мсье, какая гадость религия Магомета». Я, разумеется, его не разуверяю. Здешние мужички сильно ругаются и употребляют необыкновенно замысловатое выражение. Удивительное сцепление идей. А что скажете, Павел Васильевич? Можно кричать «Да здравствует Италия, да здравствует Грибальди, черт возьми, да здравствует Наполеон». Напишите мне непременно и немедленно в Париж. В Виши вам писать нечего. Я остаюсь здесь двадцать пять дней, а письмо мое доползет до вас не раньше месяца. Анекдоты о пленительном лавочнике и о ругающейся Матроне могли быть и вымышлены, но они показывают, как тогда смотрел Тургенев на французскую культуру и как относился к стране, которую так любил впоследствии. Замечательно, что относительно результатов французско-германской войны Тургенев спустя десять лет обнаруживал тоже нерасположение к французам, как и тогда, что ясно видно из тогдашних его писем о событии в Санкт-Петербургские ведомости. Аненков имеет в виду Тургеневские письма о франко-прусской войне в Санкт-Петербургских ведомостях 1870 год 8, 11, 23 августа 13 и 26 сентября. Тургенев сочинение том 15 страницы с 14 по 33. С приятелями и втихомолвку он говорил просто «французы возмущены невежливостью немцев, решившихся вырвать победу из рук непобедимой нации и публично осрамить ее тем перед светом». Юмористическое настроение, привитое Тургеневу плагиатами Наполеона III из императорского Рима длилось более месяца. Так, в письме своем от 1 13 августа 1859 года носившем штемпель розенбри, что доказывало переезд автора его из Виши в Куртовнель дачу госпожи Виардо, заключаются целые фразы на латинском диалекте, как бы единственно пригодные для выражения его мыслей в годину такого величественного военного праздника. Я оставил в этом письме похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденции, выпущенной во всех других, потому что шутливый тон письма много ослабляет их пафос, а во-вторых, и потому, что пристрастие и слабость ко мне составляли у него род физиологического признака, во всяком случае, довольно любопытного. Прозвище «Ненавистник либерализма» я получила от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге. Речь идет о сочинении немецкого историка Риля «Страна и люди» Штутгарт 1853 год, составившем первую книгу исторической монографии. Описание самой комнаты, где жил наш автор на даче госпожи Виардо, составляет биографическую подробность, не лишенную своего рода занимательности. Вот это письмо целиком. Куртовнель 1-е 13-е августа 1859-го. Ай да умница, П.В. Какие большие милые письма пишет. Нельзя не погладить по головке и не сказать спасибо. С истинным наслаждением прочел я ваши поучительные и занимательные странички. Прочел не в Париже, а здесь, в деревне господина Виардо, где я нахожусь теперь и где останусь еще месяц до отъезда в Россию. Ибо я, хотя это вам покажется невероятным, к 14-му 26-му числу сентября, то есть к Никитину дню, то есть к храмовому празднику в моей деревне, то есть к прилету вальчнипов, буду, если останусь в живых, в спанском. И это так верно, что я вас прошу отвечать на это письмо числа 21-го неинако, как Орловской губернии в город Мценск. Дела мои идут порядочно, то есть болезнь меня не мучит, много помогли воды Виши, и работа подвигается, надеюсь, к половине ноября привезти в Москву из деревни, где я буду сидеть в заперти до того времени, роман, который объемом будет больше дворянского гнезда. Каков он будет в исполнении, это ведают одни боги. Я должен вам сказать, что я так постоянно занят своим произведением, даже тогда, когда ничего не делаю, что мне почти нечего сообщать приятелю. Я ничего не знаю и не ведаю в строгом значении этого слова. Знаю, что завтра происходит в Париже великое притарианские цезарское празднество, что все улицы Парижа перерыты, везде наставлены триумфальные ворота, венецианские мачты, статуи, эмблемы, колонны, везде навешаны знамена и цветы. Это император будет держать аллокуцию в цесарско-римском духе своим милитибус, воинам, так что разительное сходство должно возникнуть между Францией нынешнего времени и Римом Трояна, а также Каракаллы и разных других гелиогабаллов. Все это написано по-латыни. Боюсь продолжать латинскую речь, не знаю, поймете ли вы ее, ученый друг мой, ненавистник либерализма. Я, разумеется, бежал из Парижа в то самое время, как сотни поездов со всех концов Европы с свистом и треском мчали тысячи гостей в центр мира. Всякое военное торжество «Истмер Айн Грэль» возмущает мою душу. Подавно это. Будут штыки, мундиры, крики, дерзкие полицейские, и потом облитые адъютанты. Будет жарко, душно и вонюче. Знакомо, знакомо. 2-го, 14-го, августа 1859-го года в Париже состоялись пышные торжества в связи с победой Франции и Италии в войне против Австрии. 11-го июля 1859-го года Наполеон III подписал в Вилла Франке предварительные условия мирного договора. Тургенев иронически отнесся к военным успехам Наполеона III, понимая, что они способствуют укреплению монархического реакционного режима. Лучше сидеть перед раскрытым окном и глядеть в неподвижный сад, медленно мешая образы собственной фантазии с воспоминаниями далеких друзей и далекой родины. В комнате свежо и тихо, в коридоре слышны голоса детей, сверху доносятся звуки глюка, чего больше. Риля я читал с наслаждением и с чувством, подобным вашему чувству, хотя по временам чистил его филистером. Гуттена по вашей рекомендации прочту и привезу вам его портрет. Биографический очерк Гуттена, составленный Страусом в отдельной брошюре. Примечание Анненкова За описание провинциального брожения сверху кислого в середине пресного внизу горько-горячего нижайшее спасибо. Вы мастер резюмировать данный момент эпохи, говоря по-русски. Из русских за границей я видел только вашего бывшего киссингенского товарища Елисея Колбасина. Боткин тайком пробрался в Англию, кажется, на остров Уайт и не дает знать о себе. О пребывании Боткина на острове Уайт у южных берегов Англии в книге Боткин и Тургенев страницы со 156 по 160 Коты так пробираются украдкой по желобам крыш. Изредка попадаются мне русские журналы. Жаль, русского слова никто не выписывает. Говорят, Григорьев написал обо всех нас статью прелюбопытную. В обширном цикле статей, объединенных названием Иван Сергеевич Тургенев и его деятельность по поводу романа «Дворянское гнездо», «Русское слово», 1859 год, номера с 4 по 6 и 8, Аполлон Григорьев анализировал творчество Тургенева, а также Гончарова, Григоровича, Островского, Писемского, Толстого. «Рассуждения о Тургеневе и его романе», утверждал критик, «вовлекают меня неминуемо почти во все вопросы нашей современности». Аполлон Григорьев, литературная критика, «Москва», художественная литература, 1967 год, страница 326. «Надеюсь, что вы зиму проведете в Петербурге. Я постараюсь не иметь никаких ларингитов, и авось не так нам будет скучно, как в прошлом году. А, впрочем, наши батюшка года такие, что нечего думать, от скуки уйти. хорошо еще, что глаза не отказываются, зубы не падают. Я месяц намерен провести в Москве, так как мой роман явится у Каткова. Сговорим и проведем этот месяц вместе». «Какая каша происходит в Италии?» Тургенев имеет в виду события в Италии, развернувшиеся после виллофранкского мира, ущемившего интересы итальянского народа. Это послужило к дальнейшему развитию освободительного движения на юге Италии под предводительством Гарибальди. «Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда. Пожалуй, досада возьмет нашего брата исконного зрителя и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь «Вива Гарибальди!» или «Долой!» кого-нибудь другого, и, глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует. Под старость стыдно или, как говорил премьер один отеческий наказанный мужик лет пятидесяти, «Оно не то, что больно, а перед бабой зазорно!» «У нас с вами бабы нет, а все зазорно!» «Довольно!» Тритерианский воздух на меня действует, не могу не говорить по-латыни. Посылаю к черту многие вещи, наименования которых неудобны для произнесения. «Прощай и люби меня» и Тургенев. Все это написано по-латыни. В оценке накануне публика наша разделилась на два лагеря и не сходилась в одном и том же понимании произведения, как то было при дворянском гнезде. «Хвалебную часть публики составляла университетская молодежь, класс ученых и писателей, энтузиасты освобождения угнетенных племен, либеральный, возбуждающий тон повести приходился им по нраву. светская часть наоборот была встревожена. Она жила спокойно, без особенного волнения, в ожидании реформ, которые, по ее мнению, не могли быть существенны и очень серьезны. И ужаснулось настроению автора, поднимавшего повестью страшные вопросы о правах народа и законности, в некоторых случаях воюющей оппозиции. Вдохновенная энтузиастическая Елена казалась этому отделу публики еще аномалией в русском обществе, никогда не видавшим таких женщин. Между ними, членами отдела, ходило чье-то слово «это накануне никогда не будет иметь своего завтра». Повесть, однако же, дождалась своего завтра и притом кровавого через семнадцать лет, когда в самой Болгарии русская кровь лилась ручьями за спасение этой несчастной землицы. Многим из возражателей Тургенева казалось даже, что повесть, несмотря на свои русские характеры, яркие черты русского быта и мнения, способные возникать только на нашей почве, вроде выходок Шубина, афоризмов Увара Ивановича, принадлежит очень опытному, смышленному и талантливому иностранному Перу. Почти тотчас, после прибытия моего из деревни, я получила от Тургенева в Петербурге довольно странную записочку. Четверг вечером. Письмо Тургенева от 3-го, 15-го декабря 1859-го года. «Любезнейший П.В. Со мной сейчас случилось преоригинальное обстоятельство. У меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она, прочитавшая мой роман, так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от А до З, что я серьезно думаю, не бросит ли его в огонь. Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко мне часа в три, и я вам покажу ее написанные замечания, а также передам ее доводы». Накануне Тургенев хотел посвятить графине Ламберт. Когда писатель узнал отрицательное мнение Ламберт о накануне, то отказался от этой мысли. Отзыв Ламберт, о котором упоминает Тургенев, неизвестен. Однако некоторые критические замечания приведены ею в письмах к Тургеневу. В частности, она находила, что Елена бойкая барышня, в которой мало женственности. Тургенев, письма, том 3, страница 637. «Она без всякого преувеличения поселила во мне отвращение к моему продукту, и я без всяких шуток только из уважения к вам и веря в ваш вкус, не тот же час уничтожил мою работу. Приходите-ка, мы потолкуем, и, может быть, и вы убедитесь в справедливости ее слов. Лучше теперь уничтожить, чем впоследствии бронить себя. Я все это пишу не без досады, но безо всякой желчи, ей-богу, жду вас и буду держать огонь в камине, до свидания, весь ваш и т. Огонь в камине оказался не нужен. Через полчаса размышления сообща, автор убедился сам, что непривычка к политическим мотивам в художническом деле была одна из причин недовольства его критикам. Точно так же, как заявленная критиком невозможность допустить увлечение болгарской идеи на Руси и особенно в женском сердце, породила все те упреки в несообразностях, резкостях и преувеличениях, какие пришлось выслушать от него автору с глазу на глаз. Графиня Ламберт была женщина чрезвычайно умная и чуткая к красоте поэзии, но, как большинство развитых русских женщин, не любила, чтобы искусство искало помощи и содействия политики, философии, чего-либо постороннего, хотя бы даже науки вообще. Накануне было таким образом спасено и явилось в свое время и на назначенном ему месте. В течение недолгого нашего разговора с автором мне все казалось, что уничтожение романа не желал и он сам, что он обратился к постороннему человеку с целью иметь третье, незаинтересованное в деле лицо, на которое можно было бы при случае сослаться. С появлением накануне начались для Тургенева серьезные неприятности и прежде всего формальный разрыв с издателями «Современника». Об истории причинах разрыва Тургенева с «Современником» в настоящем томе воспоминания Чернышевского и комментарии к ним. Комментируя одну из самых сложных и тяжелых коллизий в творческой биографии Тургенева, Анненков не говорит о той роли, которую сыграли либеральные друзья писателя, и в частности он сам в решении автора записок охотника порвать с «Современником» и начать печататься на страницах русского вестника. Полемика, возникшая позднее по поводу разрыва, преувеличила его размеры в такой степени, какой он сначала вовсе не имел. Несомненно, что Некрасов желал иметь повесть в своем журнале по многим причинам и прежде всего по ее либеральному содержанию, а затем и потому, что вторичное появление Тургенева в «Современнике» и на таком близком расстоянии 1859-1860-й укрепило бы в публике мнение о его намерении принадлежать этому изданию преимущественно перед другими. Уговоры и обольщения, пущенные в ход Некрасовым для этой цели, не имели влияния. Тургенев оставался непреклонен. Однажды утром Некрасов явился к автору с денежными предложениями. Тургенев и в этот раз отринул предложение, прибавив, что повесть уже обещана другому, и он сам не имел более на нее никаких прав. Через несколько дней он присоединил к отказу новое огорчение, потребовав в конторе современника полного расчета за все старое время. Надо заметить, что с года основания журнала с 1847 и даже прежде существовали между ними счеты дружеского характера, которые потом возросли и запутались до того, что Тургенев уже и не знал под бременем какого долга он состоит у Некрасова или у журнала. В течение 12-13 лет он брал у них деньги, выплачивая то своими сочинениями, то наличными суммами и не справляясь о равновесии уплат с займами. Можно думать, что это неведение коммерческой стороны дела под конец ему надоело. Другая сторона не торопилась исполнить его просьбу, может быть, и потому, что понимала выгоду, какую имеет всякий кредитор держать в некоторого рода зависимости своего должника. Но это уже был не старый Тургенев, которого все знали и который легко мог поддаться на всякую ловушку, а другой гораздо более настойчивый и твердый. Так как он, видимо, не хотел более возвратиться к домашнему безотчетному ведению своего литературного бюджета, то счет был представлен. Безропотное покорное очищение его сделалось именно сигналом полного разрыва между старыми друзьями Тургеневым и Некрасовым. Справедливость наших слов о том, что не разность мнений была первой причиной разрыва с современником, а отказ Тургенева отдать в журнал новую свою повесть и прекратить вообще свои вклады в него, подтверждается и словами самого Тургенева. Я получил от него из села Спасково от 23 октября 1859 года письмо, из которого предлагаю здесь следующие выдержки. Теперь несколько объяснений. Первое. Конченая повесть, название ей по секрету накануне, будет помещена в русском вестнике и нигде иначе. Это несомненно и на этом точка. Второе. Библиотека для чтения знает, что у меня повести готовой нет, но что я постараюсь и надеюсь написать хоть небольшую вещь для нее. Третье. Во время проезда через Петербург Некрасов явился ко мне и сказав, что знает, что моя повесть будет в русском вестнике, просил хоть чего-нибудь и позволение напечатать, что я им дам что-нибудь, новое произведение. К этому он прибавил местоимение «свое». И вышло, что я им даю свое новое произведение. Но кроме этих трех слов они от меня ничего не получат. Кажется, довольно объяснений. Перехожу к другому. Рад я очень утверждению литературного фонда и очень бы желал быть в Петербурге к восьмому ноября, но у меня та же самая болезнь, как в прошлом году. Я нем, как рыба и кашляю, как овца. В прошлом году эта штука продолжалась шесть недель, а здесь и докторов нет. Я не теряю надежды хоть к двадцатому ноября быть в Петербурге, и тогда, разумеется, по примеру дворянского гнезда, первые прочтете мою повесть вы. Я теперь не имею никакого суждения о том, что я произвел на свет. Кажется, эротического много, шатабрианом пахнет. Коля не выгорела брошу, не без сожаления, но с решительностью, теперь уже нельзя в грязь садиться, это позволительно только до тридцати лет. А я теперь занят общим пересаживанием крестьян на оброк. Дядя, спасибо ему, не потерял времени, размежевался и переселил крестьян, так что они теперь сами по себе и я сам по себе. О размежевании с крестьянами Тургенев более подробно говорит в письме к Ивану Аксакову от 22 октября 3 ноября 1859 года. Дядя Николай Николаевич Тургенев, которому по словам писателя новые порядки очень не понутру, но который понял, что старые порядки вернуться не могут. Тургенев, письма том 3 страница 357 Оброк назначался по 3 рубля серебром с десятины, разумеется, безо всяких других повинностей, но леса истребляются страшно. Все продают, пока их не раскрали. Скучно мне, любезный, Павел Васильевич, не быть в Петербурге, сидел бы в своей комнате у Вебера, а то здесь живого лица не увидишь. Надо терпеть окислым. Толстой был у меня недели две тому назад, но мы с ним не ладим, хоть ты что. Впрочем, вы, вероятно, имеете о нем известие. Прощайте, жму вам крепко руку и кланяюсь всем приятелям, преданной вам и т. Постоянные пикировки между Тургеневым и Толстым привели их обоих чуть не к формальному обмену пулями, о чем будем говорить скоро. Подробно о Тургеневе и Толстом в настоящем томе мои воспоминания Афанасия Фета и комментарии к ним, а также в томе втором воспоминания Сергея Львовича Толстого Тургенев в Ясной Поляне. Теперь же мы видим, что по мысли Тургенева разрыв с современником был окончательный и произошел он из намерения его раз навсегда высвободиться из кабалы, в которую попал и которая продолжалась долей, чем можно было терпеть, чего Некрасов с своей стороны никак не хотел понять. Но оставалась еще публика. С ней надо было обращаться осмотрительнее. В последнее время современник, благодаря искусству своей редакции, получил громадное влияние и распространение. По голосу его уже с 1858 года стали формироваться в литературе мнения и убеждения, которые следовало беречь и не возмущать никаким подобием мелкого расчета. Все шло по-прежнему тихо и прилично. Знаменитая, более остроумная и блестящая, чем неотразимо убедительная речь Тургенева «Гамлет» и «Дон Кихот», сказанная им в январе 1860 года на вечере литературного фонда, явилась по обыкновению на страницах современника. Речь Тургенева «Гамлет» и «Дон Кихот» была его последним произведением, опубликованным в современнике 1860 год номер первый. Тургенев сочинение том восьмой страницы со 169 по 192 с 552 по 566 а также сообщение о малоизвестном отклике Лескова на речь Тургенева. Тургеневский сборник 3 выпуск 1967 год страницы со 120 по 123 Почти вслед за нею Тургенев еще побывал в Москве, повторив свою речь тоже на вечере литературного фонда. Добился еще для Островского позволения публично прочесть отрывок из комедии «Свои люди сочтемся», которая много возмущала петербургскую цензуру и дозволена была московскую без особого затруднения. Тургенев выслал в комитет литературного фонда как результат устроенного им чтения 1220 рублей 50 копеек, прибавляя «Комитет должен быть доволен мною». По возвращении в Петербург он прожил еще там до мая месяца и уехал, как назначал сам, сперва в Париж. Русская переписка наша тоже прекратилась или перешла на иностранную почву, ибо спустя месяц и я уехал в Италию. Между тем приближалось для современника время подписки и являлась необходимость объяснять читателям, почему один из четырех главных сотрудников журнала удалился вовсе из редакции. Надо было подготовить умы к известию о разрыве, и дело началось издалека с запоздалым разбором Рудина, поразившим и огорчившим автора романа. Я убедился в этом из парижского письма Тургенева, полученного в Петербурге 8 октября 1860 года, когда я уже опять был дома. Письмо гласило. Париж. 12 октября нового стиля 1860-й. Скажу вам несколько слов о себе. Я нанял квартиру в Рюдереволи 210 и поселился там с моей дочкой и прекраснейшей англичанкой-старушкой, которую Бог помог мне найти. Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов до малейших подробностей, и я жажду за нее приняться. План романа «Отцы и дети» об истории возникновения замысла в литературных и житейских воспоминаниях очерк по поводу отцов и детей Тургенев сочинение том 14 «Что-то выйдет, не знаю, но Боткин, который находится здесь, весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу и самому привезти ее в Россию. Век должен считать меня в числе своих серьезнейших неизменных сотрудников». Анненков усиленно приглашал Тургенева к участию в учреждаемой Кавилиным газете «Век». Вместо газеты в 1861 году под таким же названием начал выходить еженедельный журнал, в котором был напечатан очерк Тургенева «Поездка в Альбано и Фраскате» 1861 год номер 15. «Пожалуйста, пришлите мне программу, а я в свободные часы от моей большой работы буду писать небольшие статейки, которые постараюсь делать как можно интереснее». «Спасибо, батюшка, за книги и за 40 рублей данных беспутному двоюродному братцу благодарю». Эту помощь Анненков оказал Михаилу Тургеневу прототип героя рассказа Тургенева «Отчаянный». «За все, за все тебя благодарю я» строка из стихотворения Лермонтова «Благодарность» 1840 год. Этот сумасшедший брондахлыст, прозванный у нас в губернии Шамилем, прожил в одно мгновение очень порядочное имение. Был монахом, цыганом, армейским офицером, а теперь, кажется, посвятил себя ремеслу пьяницы и попрошайки. Смотри рассказ Тургенева от 1881 года «Отчаянный». Я написал дяде, чтобы он призрел этого беспутного шута в Спасском. Что же касается до ста серебряных, пусть вам заплатят издатели века, а я им это заслужу ранее месяцем. Сообщите прилагаемую записку Ивану Ивановичу Панаеву. Если бы он хотел узнать настоящую причину моего нежелания быть более сотрудником современника, попросите его прочесть в июньской книжке нынешнего года в современном обозрении страница 240-я, третья строка сверху, пассаж, где господин Добролюбов обвиняет меня, что я преднамеренно из Рудина сделал карикатуру для того, чтобы понравиться моим богатым литературным друзьям, в глазах которых всякий бедняк мерзавец. Это уже слишком, и быть участником в подобном журнале уже не приходится порядочному человеку. Имеется в виду рецензия Чернышевского на книгу Готтерна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии». Современник, 1860 год, номер шестой, страница 230-я. Тургенев ошибочно называет Добролюбова автором этой рецензии. «Пристройте, то есть помогите пристроить через Егора Ковалевского, которому кланяюсь дружески, Марковича, мужа госпожи Марка Вовчук. Жена его здесь не совсем здоровая и грустит, но это пройдет и она оправится, а главное она без гроша, хотя муж ей посылать не будет, но если у него будет порядочное жалование, так он, по крайней мере, не будет ее грабить. Макаров еще здесь, но скоро возвращается. Бедный, благородный Николай Толстой скончался. Его сестра там зимует и Лев Николаевич еще там. Ну, прощайте, целую вас в уста сахарные и жду ответа, кланяйтесь всем приятелям, что делает бедный Яков Полонский, у Полонского скончалась в это время первая его жена, преданный вам и Т. Характеристика Рудина была предшественницей характеристики Базарова, которую сделал другой рецензент в разборе отцов и детей, тоже напечатанном в современнике. Речь идет о статье Антоновича «Осмодей нашего времени», современник, 1862 год, номер третий. В настоящем томе воспоминания Елисеева и комментарии к ним. Полунасмешливая, полувзывающая записочка Тургенева к Ивану Панаеву была следующего содержания. 1 13 октября 1860 года. Любезный Иван Иванович, хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в современнике о своих сотрудниках, и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать, что я вам более не нужен, однако, для верности прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более, что у меня ничего готового нет, и что большая вещь, за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в русский вестник. В объявлении об издании современника на 1861 год фамилии постоянных сотрудников, кроме Чернышевского и Добролюбова, не были названы. «Я, как ты знаешь, поселился в Париже на зиму, надеюсь, что ты здоров и весел и жму тебе руку, преданной тебе Ив Тургенев, Париж, Рюдеревали, 210. По получении обоих писем я тотчас же обратился тогда за справками, ибо, пробыв некоторое время за границей, упустил множество журнальных явлений. Сомнение в том, что Тургенев, как обиженный человек, мог преувеличить смысл места, на которое указывал, было тоже одной из причин проверки его цитаты. Указываем здесь, например, статью, из которой читатель может увидеть, что Тургенев даже и не достиг еще того пафоса, в котором написана статья. Критик разбирал переводную книгу американца Готтерна «Собрание чудес, повести из мифологии». Современник в отделе русской литературы июнь номер шестой 1860 год и, оставшись недоволен попыткой автора придать нравственный оттенок сказания мифологии, в числе разных доказательств своего мнения, ссылается и на Рудина примечания Анненкова. Письмо осталось в моих бумагах. Я не отослал его по адресу из одного соображения. При разгоревшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пламя, но я ошибся. Редакция современника решилась довести дело до конца. В объявлении о подписке и в особой статье она сообщала подписчикам своим, что принуждена была отказаться от участия и содействия автора записок охотника по разности взглядов и убеждений и уволить его от сотрудничества в журнале. Особая статья, по всей вероятности, полемические красоты, коллекция первая Чернышевского. Удар был верно рассчитан. Он возмутил Тургенева, имевшего все доказательства противного, возмутил более чем все выходки современника, образовавшегося при журнале, более чем всякие другие уколы, рассеянные на страницах журнала, как, например, тот, где говорилось о модном писателе, следующем в хвосте странствующей певице и устраивающем ей овации на подмостках провинциальных театров за границей. Тургенев решился публично опровергнуть такое известие, и вот, что говорит он в своей статейке по поводу отцов и детей 1868-69 годы, посмертное издание 1883 года, страница 118. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету, не старайтесь разъяснить недоразумение, не желайте ни сами сказать, ни услышать последнее слово. Делайте свое дело, а то все перемелется. Пусть следующий пример послужит вам в назидание. В течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал восстановить факты, а именно, когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений, между тем, как отказал ей я, несмотря на ее просьбы, на что у меня существуют письменные доказательства. Я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня, как смел я поднимать руку на ее идола, что за нужда, что я был прав. Я должен был молчать. Этот урок пошел мне впрок. Отрывок из статьи по поводу отцов и детей приводится неточно. Тургенев сочинение том 14 страницы 108 109 Но если Тургенев каялся в своем вмешательстве в дело, касавшееся до него лично, то еще в сильнейшей степени раскаивался и Некрасов в том, что начал его так смело и решительно. Правда, что благодаря необыкновенной даровитости своих главных журнальных сотрудников и приобретенной ими чрезвычайной популярности, он торжествовал долгое время победу на всех пунктах. Но все это не мешало Некрасову сознавать грехи своей полемики. Когда составитель краткой биографии Тургенева, приложенный к первому тому посмертного издания его сочинений 1883 года, указал Некрасову еще в 1877 году, незадолго до его смерти, некоторые черты этой полемики, то получил от него в извинение замечание, будто он тут без вины виноват и, находясь на охоте, не думал вовсе о статьях современника. В биографическом очерке, предпосланном первому тому, говорилось, что помимо идейных расхождений существовали и другие причины, обострившие конфликт Тургенева с современником и в особенности с Некрасовым. Тургенев приписывал Некрасову появление в современнике оскорбительных отзывов о лицах, которыми он дорожил более всего на свете и двусмысленных намеков на обстановку его частной жизни. Вот почему размолвка повела к многолетней разлуке. Некрасов, как он сам выражался, лежа на смертном одре, был тут без вины виноват. Оскорбительные для Тургенева строки появились во время его отсутствия на охоте. Тургенев в собрании сочинений том 1 Санкт-Петербург 1883 год страница 33 Не знаем, насколько подобное оправдание может быть принято от редактора влиятельного журнала, знаем только, что обращение к подписчикам состоялось с его согласия и под его влиянием. Гораздо откровение был Некрасов со мной лично, когда однажды возвращаясь поздно ночью от кого-то он мне неожиданно сказал, «Я вас уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, как другие, за выходки свистка против наших литераторов. Могу вас уверить, что я серьезно думаю положить им конец». Но свисток процветал и после того еще пуще, кажется, чем прежде. Сатирическое приложение к современнику свисток начал выходить в 1859 году, был закрыт в 1863 году. После смерти Добролюбова одним из ведущих авторов свистка стал Салтыков Щедрин. Несколько дней спустя, после замечания Некрасова, он сам приехал утром ко мне и целый час говорил в кабинете о постоянном присутствии образа Тургенева перед глазами его днем и особенно ночью во сне о том, что воспоминания прошлого не дают ему Некрасову покоя и что пора кому-нибудь взяться за их примирение и тем покончить эту безобразную, так он выразился, ссору. Рассказ Аненкова о разговоре с Некрасовым близок к тому, о чем писал сам поэт Тургеневу 15 января и 5 апреля 1861 года. Некрасов том 10 страницы 441-442 и 448-449 Но Тургенев уже не походил на человека, с которым легко помириться по слову постороннего третьего лица. Когда я передал ему в письме весь происходивший у нас разговор, он отвечал с ссылкой и указанием на новую выходку против него в современнике и более не заикался о предмете. Говоря вообще, никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений, и никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осуждаемому его совестью. Это была странная настойчивость, которую подчас он старался искупить великодушием и готовностью на многочисленные жертвы. Можно сказать, что он всю жизнь состоял под настоятельной потребностью самоочищения и искупления, не исправляясь от грехов, в которых горячо каялся. Впоследствии уже после смерти Некрасова Тургенев писал Анненкову «Ваша характеристика Некрасова так верна, что я не решаюсь сжечь ваше письмо, как вы того желаете». Тургенев письма том 12 книга первая страница 261 Примирение между врагами произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу. Второй эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его, относится к тому же времени. Литературное недоразумение с романистом художником Иваном Александровичем Гончаровым о своих сложных взаимоотношениях с Тургеневым Гончаров рассказал в книге воспоминаний «Необыкновенная история». Неизданная рукопись Гончаровым сборник Российской публичной библиотеки том 2 Петроград Академия 1924 год. Гончаров, познакомившийся с Тургеневым еще в начале 40-х годов, чрезвычайно высоко ценил автора записок «Охотника». «Писатель Гончаров говорил мне», вспоминал Толстой, что из народной жизни после записок «Охотника» Тургенева писать уже нечего, все исчерпано. Толстой, том 30, страница 86-я. Отношения их обострились в зиму 1857-58 года, когда у Гончарова укрепились болезненные подозрения в том, что Тургенев использует в своем творчестве темы и мотивы обрыва. Не заслуживал бы и рассказа этот эпизод, если бы не авторитетные имена обоих участников спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей Тритейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех дворянского гнезда и накануне приобретенным неправильно. Дело, без сомнения, раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того, Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении дворянского гнезда Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность, и «Я успокоился», прибавляет Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением накануне произошло то же самое. Прочитав страниц тридцать или сорок из романа, как говорится в письме Ивана Александровича к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору. «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста», говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее. «Как в человеке ценю в вас одну благородную черту, это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других, и, между прочим, недавно выслушали и расхваливали мой ничтожный отрывок, все из того же романа, который был вам рассказан уже давно в программе». Полностью это письмо в собрании сочинений Гончарова, том восьмой страницы 327-328. Речь идет об отрывке из романа «Обрыв бабушка», который Гончаров читал Тургеневу в феврале 1860 года. Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал Тритейского суда. Иван Александров Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон. И чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним Гончаровым право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разрабатывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи, позвольте улыбнуться и только». Эксперты после выбора их собрались на конец 29 марта 1860 года в квартире Гончарова. Это были Дудышкин, Дружинин и Анненков, люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами, замечания экспертов все сводились к одному знаменателю, произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. Иван Александрович Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью. Он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее «Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии». «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено, но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, из-за душевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились. В 1864-м при похоронах одного из экспертов, именно Дружинина, во время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений. Примирение состоялось в Петербурге 21 января 2 февраля 1864-го года. Вскоре по приезде в Париж Тургенев писал Гончарову 14-26 марта «Я со своей стороны не менее вас порадовался возобновлению дружеских отношений с человеком, которому, не говоря уже об уважении к его таланту, я стою очень близко в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин. Мы ведь тоже немножко с вами последние магикане». Тургенев письма том 5 страница 239-я. Однако болезненная мнительность Гончарова вновь привела к разладу в отношениях. Результатом этого и явились воспоминания необыкновенной истории, во многом исказившие облик Тургенева. Третий эпизод из жизни Тургенева касался уже весьма близкого к нему лица графа Льва Николаевича Толстого, но об этом будет сказано ниже. «Оттого» «Оттого» Продолжение следует...